А что же случилось? Да, она вышла замуж за Филиппа. А самое странное, хотя может быть и не странно для того времени, однако это было странно для Иродов. Соломея и Филипп жили очень счастливо. У них был прекрасный брак. Они даже любили друг друга. А он никогда не женился на другой женщине. То есть он умер, будучи мужем одной жены. И, наверное, говорит, да, наверное, он не родной сыну Ирода. Потому что он совершенно не Ирод. Очень часто мы воспринимаем именно Соломею как ужасную женщину, которая потребовала на блюде голову Иоанна Крестителя. Однако, если посмотреть в истории, как она прожила остаток своей жизни после вот этого события, то нельзя не прийти к выводу, что она была невинной, можно сказать, молодой девушкой, которая была только орудием в руках своей матери. И несмотря на то, что очень много негативных примеров она видела в своей жизни, будучи еще ребенком, в своей семье, она превратилась в очень верную и любящую жену. То есть в этом тоже есть надежда для людей, у которых прошлое, может быть, было не очень хорошее, что-то они совершили какую-то ошибку. Давайте посмотрим, что произошло в территории Ирода. Мы сейчас посмотрим, что происходило на территории, которая была отдана в правление еще одного Ирода. Это Ирода Филиппа. Который правил в Трансиордании. Естественно, что Ироду Филиппу досталась территория, которой править было легче, чем теми территориями, где правили его братья. Потому что в Иудеи и в Галилее жили в основном евреи. Это были иудейские провинции. И царям и тетрархам необходимо было думать о том, как бы не оскорбить евреев. Однако на территории Трансиордании жили как евреи, так и язычники. Это было смешанное население. А и поэтому евреи, которые жили там, не очень много требовали. Поэтому правление Филиппа было достаточно легким. Он даже мог использовать римские монеты, на которых были изображения императоров, и никто не жаловался. Но также мы должны отметить, что Филипп очень резко отличался от своего отца и от своих братьев. В Риме постоянно были слышны жалобы со стороны еврейского народа. Они жаловались сначала на Ирода Великого, потом на Архилая, на Антипу. Но вот в римских летописях не записано никаких жалоб в адрес Филиппа. И в отличие от всех других родственников и членов семьи Иродов, Филипп жил спокойной, счастливой супружеской жизнью. И всегда был мужем одной жены. И вот мы уже говорили с вами о том, что несмотря на то, что даже в Писании записано о танце Саломея, все-таки она оказалась достойной женой. А также у Филиппа был очень необычный способ правления. Он очень много путешествовал по своему царству. Но он никогда, фактически никогда не выезжал за пределы своего царства. Постоянно находился на своей территории. Можно сказать, что Филипп был вполне удовлетворен тем царством, которое по наследству было ему завещано. В нем не проявлялось стремление к большей власти или стремление захватить еще большую территорию, как, например, у его отца или братьев. И кажется, что он преследовал одну цель, чтобы его народ был счастлив и доволен. И поэтому, когда возникали проблемы у людей, он не вызывал их к себе во дворец, как, например, делал его брат Антипа. И поэтому он свой трон с собой носил. А, например, он слышал, что в Кесарии Филипповой какая-то проблема возникла. И поэтому, вместо того, чтобы вызвать этих людей, у которых возникли проблемы, в свой дворец из Кесарии Филипповой, он сам отправлялся в Кесарии Филиппову и вместе с собой брал свой складной трон. А потом вот он встречался с теми, вот, например, у Романа проблема, да, и вот он... А вот, например, у Романа большая проблема, он не знает, как же закончить ту картину, которую он сейчас рисует. А вот он свой престол, значит, раскрывает, разборный, да, садится на него. Садится рядом с этим человеком и говорит, расскажи мне о своей проблеме, какая у тебя проблема. То есть, и тогда тот человек рассказывает о своих проблемах, и, естественно, что люди его очень любили за такой подход. И они считали его настоящим народным царем. Естественно, всем было непонятно, как мальчик, который вырос в семье Иродов, вдруг стал таким правителем. А я тоже не знаю, как такое произошло, скорее всего, по Божьей благодати. А тогда, естественно, мы задаем себе вопрос, почему же Бог тогда не сделал его царем иудейским, вместо того, чтобы править Трансиорданией. А у Бога, естественно, есть свои причины и основания. Однако, очень важно также заметить, что вот в те дни, когда в основном правители были корруптированы, никто не мог предъявить ему или обвинить его в том, что он был взятки или поступил несправедливо. А поэтому, когда он умер в 34-м году нашей эры, а люди не праздновали. А наоборот, это был день скорби и печали. А если Филип что-то и унаследовал у своего отца, так это то, что он тоже любил строить. А вот древний город Панаес, он перестроил, и назвал этот город Кесарии Филипповой. А этот город стал столицей. Интересно, что вот этот город Кесария Филиппова как раз то место, куда часто уходил Иисус Христос, чтобы отдохнуть. А также он построил один город недалеко от рыбацкого поселения Вевсаиды. И он назвал этот город Бевсаида Юлия в честь дочери Августа. И это был пограничный город, который располагался на реке Иордан и граничил с Капернаумом. А вот Капернаум был тем городом, который фактически можно было назвать домом Иисуса Христа, когда он уже был взрослым. Мы говорим, что он вырос в Назарете, когда был еще в Капернауме. Но по всем свидетельствам, во взрослой жизни Иисус Христос жил в Капернауме. Естественно, что территории, на территориях, которыми управлял Филипп, было больше мира, чем на тех территориях, которыми управляли его два брата. Одна из причин, потому что он был хорошим руководителем. Но также, потому что он был хорошим руководителем. Мы знаем, что Филипп сыграл очень важную роль и в жизни Иисуса Христа. А так как вот эта территория, которой правил Филипп, была достаточно спокойной, и так как эта территория недалеко была от Капернаума, где проводил время Иисус Христос, А очень часто Иисус Христос вместе с учениками отправлялись в Северную Транс-Иорданию для того, чтобы отдохнуть, а иногда для того, чтобы избежать какого-то напряжения, которое создавалось на родине, или иногда для того, чтобы избежать давления и враждебно настроенных религиозных лидеров. Поэтому, когда вы думаете о том, что же происходило на земле, в Израиле, во времена жизни Иисуса Христа, не представляйте себе что-то спокойное, мирное. Except in that region way up to the north, where Philip ruled. The rest of the area was constant turmoil. The people were on the edge of rebellion for the entirety of Jesus' life. Rebellion ultimately did come to the area. Восстания эти и были. But that rebellion came later, during the times of the apostles. И были еще восстания позднее, уже в период жизни апостолов. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте 3wtvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok